Студия «Медиакнига» представляет Наталья Мамлеева «Помощница дракона или мой босс настоящий невроз» Читает актриса Алла Човжик Глава первая «Ваше резюме весьма занятно», — задумчиво произнес директор компании «Архиартефакт». «Более того, вы лучшая кандидатура на должность младшего секретаря». «Но...» — я с надеждой взглянула на уважаемого Эллана. «Но разве вам это нужно?» В голосе достопочтенного дракона явно угадывалось удивление. «Скажите, ваше изумление — единственная преграда к получению должности младшего секретаря?» Уточнил я, сжав от волнения кулаки. «Если так, то я сию секунду готова подписать с вами контракт». Директор переглянулся со своим замом, и они оба нахмурились. Я знала, что именно их смущает, но получить такого сотрудника, как я, хотели бы многие компании. У меня безупречное образование, необходимый опыт работы, хорошая память, высокий уровень дара и железные нервы. Последнее, кстати, являлось моим главным достоинством. Лишь в последнее время они стали изрядно сдавать. «Понимаете, мы не уверены, что сможем достойно оплачивать ваши услуги. Зарплата на вашей прежней работе на порядок превышает ту, которую готовы платить мы. Даже с премиальными она не дотянет до десятой доли тех средств, что вы получали прежде». «Об этом не стоит волноваться», — с улыбкой отозвалась я. «Меня вполне устроит озвученная в айфоном сумма». Мужчины переглянулись. Они явно хотели найти еще одну причину против, даже не для меня, а для себя. Они опасались брать меня на работу по известной нам обоим причине, ведь мой бывший босс... «Просто душка, да». «Какие еще сомнения у вас остались?» — деловито осведомилась я. «Готова развеять каждый из них и уже подписать наконец-то контракт с вами». В кабинете повисла тишина. И лишь призрак в картине довольно крякнул. «Кажется, собеседование проводит именно она, уважаемая Элланы. Советую поскорее передать ей пакет акций, пока она всю компанию не забрала». Директор и его зам недовольно глянули на призрак, а тот затих в просторах магической картины. Я вновь обезоруживающе улыбнулась. Эланы вздохнули и собрались вызвать секретаря, как та сама явилась раньше времени. Встревожная ржеволосая эльфийка проникновенно поделилась. «Илан Ниалу?» Только что мимо службы охраны прошел Илан Дефаэн. Причем слово «мимо» было сказано не зря. «Этот дракон просто не видит рамок, когда ему что-то нужно». «Илан Дефаэн?» С тревогой спросил гендиректор и глянул на меня. Кажется, вот и объявилась та самая причина. Но все же мужчина решил уточнить свое избежание ошибки. «Владелец крупнейшего холдинга Владимирья?» «Да, да», — запинаясь, ответил секретарь. «И что делать-то? Чай готовить?» «Чая не надо», — моментально отозвалась я. «Он его не любит. Приготовьте уважаемому Илану кофе с коньяком». «Нет, не так. Коньяк с кофе. А мне, пожалуйста, два экземпляра договора о найме сотрудника на должность младшего секретаря. Живо!» И бедная девушка буквально подскочила на месте, метнувшись в приемную за документами. Директор и его зам с удивлением посмотрели на меня. За картиной послышался злорадный смех призрака. «Я вам говорил, что сразу акции отдавать надо было», — пояснил последний. «Отделались бы меньше кровью». «Ой, Илан Дефаин, вы так неожиданно!» — пролепетала за дверью секретарь. «А я вот вам кофе с коньяком...» «Ой, то есть коньяк с кофе приготовила?» Я прикрыла глаза. «Ой, дура!» «Документы надо было готовить», — подставила нас обеих. «Делать нечего. Придется уходить в другую фирму, если те еще остались». «Я в окошко, можно?» — спросила я, и Илан Ниалу приподнял брови в немом вопросе. «Не беспокойтесь, раму не выбью». Окна во всем долнограде были панорамные, открывающиеся полностью, чтобы в случае неизбежного бегства через окно, мой случай, не пришлось заново отстраивать их. Вот и сейчас я подбежала, раскрыла створ, прежде увидев в стеклянном отражении невозмутимое лицо бывшего начальника, держащего чашку кофе, и вылетела, уже в воздухе обратившись в изящного золотого дракона. Не тут-то было. Меня позорнейшим образом схватили за хвост. Зарычав, я вновь обратилась к девушке, желая трансформироваться повторно, но позже, когда пролечу вниз несколько этажей. И вновь неудача. Загребущие ручонки Диаша Дифаэна, собственно, загребли меня и усадили в кресло директора, которое, казалось, так предусмотрительно освобождено. «Неужели планируете подарить мне эту фирму?» С усмешкой спросила я секундой спустя, пожалев о своей шутке. «Надо будет, подарю». Рыкнул дракон и посмотрел на руководящий состав архиартефакта. «Не могли бы вы оставить меня наедине с моей помощницей?» «Бывшей помощницей», — ставила я и получила полной ярости взгляд дракона. Кабинет стал пустым за секунду. Как хорошо, что во всем Долнограде не было сильных ветров, иначе все бумаги вылетели бы в открытое окно. Я прикрыла глаза, пытаясь продумать план действий. Так, с новой работой меня постигла неудача. Но главное, что дождалась истечения прошлого договора и даже не пришлось воспользоваться идеально продуманным планом скандала со своим боссом. На столе стоял черный кофе. Я аккуратно взяла чашечку, отпила и тут же подавилась почти чистым коньяком. Элан Ди Фаэну счастливо подал мне салфетки. Откашлявшись, я вновь выпрямилась и слегка поморщилась. Кажется, эльфийка поняла меня слишком буквально. «Инара, вот сколько можно, а?» Устало спросил Диаш, и мне даже стало его жаль. «Немного. Ну, совсем чуть-чуть. Ты уже трижды пыталась уволиться». «Один раз даже удалось», — с гордостью воскликнула я, и дракон успехнулся. «Ненадолго». Отозвался он, и передо мной возник новый договор, который положили на стол и подвинули ко мне кровопишущую ручку. «Я жду Энара». «Илан Ди Фаэн. Немного терпения мне необходимо ознакомиться с документом. Вникнуть в суть я даже не пыталась. Уверена, что Диаш даже не стал заморачиваться над новым договором. Да и времени у него не было, просто всучил мне копию старого, которую нужно подписать. Так уж было в предыдущие разы. Что будет, если не подпишу? Преследование до конца жизни. Вечное и непоколебимое. Все договоры в Долонограде действуют минимум год, а дальше, если обе стороны захотят продлить договор. Поэтому, если бы я успела устроиться, то была бы свободна хотя бы на год. На целый блаженный год. «А может, вы и дадите объявление, и найдете другого помощника?» Осторожно спросила я. «Так и пишите. Требуется высококвалифицированная нянечка для 30-летнего мужика. И главное, ни слова лжи. «И на-ра!» Настойчиво произнес дракон, и его глаза полыхнули красным. «Ладно, ладно, подписываю», — отозвалась я и, пробежавшись взглядом по моим обязанностям, и, не найдя там ничего нового, поставила подпись на последнем листе. Потом, во втором экземпляре, стоило отложить в сторону ручку, как я увидела торжествующую улыбку начальника. Он подал мне мой экземпляр и торжественно произнес. «А теперь идемте домой, Лана Дефаен». Я выпала в осадок. Илана вместо незамужней Элла? Или, погодите-ка, что там дальше было? Что он сказал? Зная, что начальник никогда не говорит ничего просто так, я схватила свой экземпляр, развернула, и теперь внимательнее вчиталась в написанный мелким шрифтом заголовок. — Брачный договор. Брачный. Ах, этот гад, черночешуйчатый, я ему покажу брачный договор, да его расторгнуть можно только по прошествии года. Такого длинного года. А что у нас в обязанностях? — Конечно, ничего необычного, все то же самое, то, что я и делала прежде. — Заметь, я не добавил пункт о совместном ложе. — Еще бы, — протянула я. — Я бы это сразу заметила. Вы... Да как вы? Да вы воспользовались моим безоговорочным доверием к вам. — Именно, — согласился дракон, прищурившийся с улыбкой, глядя на меня. Сейчас мы едем регистрировать наш брак. Показав этот договор, подписанный, кстати, вашей кровью и вашей рукой, Инара. — Через год, при обоюдном согласии, мы его расторгнем, если вы будете паинькой. — Нет, развода не будет. Вопросы? — Только один, — со вздохом спросила я. — Совесть есть? — Инара, но вы же прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Все с той же победоносной улыбкой ответил дракон и добавил. — Нет. Я уронила голову на руки. — Все, это конец. Я никогда не сбегу от этого узурпирующего меня дракона. — И как я к нему попала? — Ровно четыре года назад, а последние три пыталась бежать. В этом году даже удалось ненадолго. — Неужели вы думаете, что успели бы на это собеседование, если я не потратила время на составление брачного договора? — Инара, вы меня даже немного разочаровали. В gratuitой руках немного согласна, — если я не д Craig Войнюска корабль. Никогда не замечая adopting, Продолжение следует...